Я очень рад быть сегодня с вами. Мне выпала честь послужить во многих местах в Украине. Но я первый раз служу в вашем городе. Спасибо, пастор Александр, за то, что пригласили нас. И я так же рад, что пастор Дмитрий сегодня смог присоединиться ко мне. Пастор Дмитрий — это тот человек, у кого было такое видение принести такое служение в Украину. Это последние четыре года. Это десятая поездка в Украину. Я сюда так часто приезжаю. Мои друзья некоторые в Америке уже спрашивают, так ты уже переезжаешь в Украину или что? Мне так нравится здесь, в этой части света. Здесь такая жажда по Богу. Я служил уже более чем в ста странах мира. Но не было другого такого места, которое бы мне нравилось больше, чем Украина. Бог делает здесь великие дела. И здесь народ настолько горит для Бога. Я думаю, что одна из причин этого заключается в том, что народ Украины очень много страдал. Столько было войн, столько было гонений и преследований. Дьявол приложил большие усилия для того, чтобы погубить и разрушить этот народ, эту нацию. Но вы выжили. И вы после всего этого еще смогли подняться и подняться для того, чтобы стать началом большого пробуждения, которое распространится по всему миру. Это самая большая жажда по Богу, которую я видел по всему миру. Это здесь, самая большая жажда по Богу. Америка имеет сотни лет своей истории христианского влияния. Плеси, как Северная Америка и Африка, то же самое касается Южной Америки или Африки. Украина и Восточная Европа здесь все не так. Я видел похожие вещи в других странах бывшего Советского Союза. Коммунизм попытался стерилить религию с лица земли. Это было ужасно, то, что они делали. Но что-то хорошее возникло в результате этого. Потому что у людей здесь есть абсолютно новый подход к тому, что такое христианство. Из-за всех этих гонений у народа появилось новое рвение, новый энтузиазм. Новое желание. Новый голод по Богу. И несмотря на то, что народ Украины очень много страдал, сейчас люди радуются в том, что Бог делает в их жизни. И поэтому я очень рад, что я могу быть здесь. Я уже посетил достаточно много мест в Украине. И я преподавал много дней в Библейском колледже нового поколения у епископа Андрея Тищенко. Есть кто-то здесь, кто уже был на моих служениях, которые я проводил в Украине? Замечательно. Замечательно. Какие из вас смотрели меня на Ютубе? Здорово. У меня здесь есть друзья. У нас будет хорошее время. Некоторые из вас меня раньше не видели. Они не смотрели меня на Ютубе. И они не знают, чего ждать. Те, кто уже меня слышал, вы знаете, что обычно происходит. Поэтому ваши бесы уже могут прятаться. А другие еще не знают. Я могу их бесов застать врасплох. Не говорите им, что будет происходить. Но ничего, я доберусь до ваших бесов. Мы очень скоро будем читать Божье Слово. И мы будем в Писании находить истины that you may not have heard before. Поэтому возьмите Библию, если вы с собой ее принесли. Откройте Евангелие от Марка, первую главу. Последний раз, когда я был в Украине, мы преподавали в библейской школе. И со мной были подростки-экзорцисты. Три девочки. Моя дочь и ее две лучшие подруги. Кто из вас слышал про них? У них все хорошо. Они не смогли приехать вместе со мной сейчас, потому что они в колледже учатся. Но через них, через этих молодых девушек, Бог делает великие дела. И миллионы молодых людей по всему миру, которые смотрят, наблюдают за их служением, они тоже получают такую мотивацию следовать за Христом. Бог дает нам прекрасные возможности. The last time that I was here, the BBC television from London was with us. And they are filming a documentary about our ministry. It'll be shown all over the world in 54 countries of the Commonwealth of England. That's going to air in just a couple of weeks. И этот фильм будет показан уже очень скоро, буквально через пару недель. Hundreds of millions of people all over the world will see it. Everywhere I go, television cameras and the press follow me. In fact, this week is the first time in many weeks I haven't had television cameras here. That's the interest that people have in what God is doing. The world is fascinated by exorcism and deliverance. There's a great desire today to see the power of God. So, you want to see the power of God tonight? Get ready. Can they turn my microphone up a little bit, please? I don't know who operates the microphone. Who operates the sound? Oh, there. Just a little bit more. Немножко больше там звука сделает. Его микрофон. Мой микрофон в мониторах не надо. Его микрофон надо. Я написал 33 книги. Являюсь автором 33 книг. I'm so happy that two of my books have been translated into Russia. И я очень рад тому, что две моих книги, последние книги, были переведены на русский язык. And we have them with us here tonight. И эти книги у нас есть здесь. Продажи. Там. Я и на холл. Down this way? Я. I want to make sure that people know where they are. So, walk down this door. Я хочу всем объяснить, где эти книги продаются, чтобы вы не прошли мимо. Там в холле есть стол, и там эти книги лежат. This is our book called Demon Proving Prayers. Эта книга называется «Молитвы, изгоняющие демонов». It's about prayers that you can pray to keep the devil away. Эта книга говорит о том, как нужно молиться для того, чтобы дьявол вас не доставал. Эта книга учит тому, как вы можете стать духовным воином. Вот так? Enough? More. Вот теперь. Да, надо, чтобы меня было хорошо слышно, я громко не могу говорить. Значит, эта книга учит, как нужно молиться, и как быть воином для Господа. Эта книга уже коснулась жизни тысяч людей, которые говорят на русском, читают на русском. Я хочу, чтобы вы купили такую книгу. Это моя самая последняя книга. Называется «Разрушение проклятий». Она только появилась, только была издана на русском. Это наиболее полная книга, наиболее полное руководство о том, как бороться с проклятиями в своей жизни. In the back of the book are 25 pages of detailed curse-breaking. It's the most complete prayer on curse-breaking curses that has ever been put in prayer. Никогда раньше не было настолько полной подборки такой информации, таких молитв, связанных с темой проклятий. It will set you and your family free. Эта книга принесет свободу в вашу жизнь, жизнь вашей семьи. Now, I'm not trying to sell this book to you so I can make money. Я не пытаюсь вам эти книги сейчас рекламировать, чтобы вы их все раскупили и чтобы я денег заработал. Because I haven't received anything for these books. Потому что за эти книги я ничего не получаю. But I want to support the work that we're doing here in Ukraine. Но я хочу, чтобы покупая эти книги, вы поддерживали материально наше служение, которое мы несем здесь в Украине. So, at the end of the meeting get both books and I will wait around to sign them for each of you and I will wait around to sign them for each of you and I will wait around to sign them for each of you so you can have a special memory in this meeting. All right, open your Bible. Хорошо, откройте Библию. They've got to turn this up and it's going to hurt my voice. If they don't do it, I don't know why they didn't turn it up. No, no, no. I want to move the voice to my mouth. Добавьте еще его микрофон. Мой не надо в мониторах. Я просил, меня можно тут убрать его сделайте, чтобы он себя комфортно чувствовал. If I were to ask you a question tonight, если бы сегодня я вас спросил, what is the first miracle that Jesus performed? Каким было первое чудо, которое Иисус совершил? What would be your answer? Что бы вы сказали? Какое первое чудо Иисус совершил? He turned water into wine. That's what most people think. Вот так думают большинство людей. That's the answer everybody gets. It's not the correct answer. Surprise. It's what most people think. It's not the first miracle recorded in Scripture. There's a reason that people think that. It's the prejudice against exorcism and deliverance. exorcism is a miracle. Exorcism is a miracle. In the early church it was considered the most important miracle. As a writer and a student of history a writer and student of history I have carefully studied the beginnings of the Christian Church. And for the first 400 years the most important miracle in the church was exorcism. It was a miracle they could not deny. People were healed but they could always question that. Maybe the healing was in their mind. They could explain a way healing in some cases. But the opponents of Christianity could not explain a way exorcism. They could see it happen. Here is how the early church won the world for Jesus. Those early Christians had a big battle. Потому что христиане первые христиане они вели эту битву вели это сражение. They faced all the wisdom of the Greek world the philosophy of people like Aristotle and Socrates and they faced the military might of the Roman Empire. Now the early disciples the apostles were just common ordinary people. They were not military leaders. They were not great philosophers. what could they do to come against the Greeks and the Romans? the Greeks and Romans controlled the world. Because the Greeks and the Romans controlled the world. what could this handful of fishermen and tax collectors do? So what could this handful of fishermen and tax collectors do? The demonstration of God's power. And here's what I've learned from reading history. Here's what the early disciples would do. They would come into a pagan city. They would walk into the pagan temples. They would point to the idol. And say that is not a god. You were wishing a demon. We'll prove it. So they'd find someone who worshipped that idol. Let's say the idol was the goddess Diana. And so they would call for the demon Diana to come forth. Because those idols were demons. The people were actually worshipping demons when they worshipped idols. They would call up that demon. They would make that demon confess. People are worshipping me. I'm really a demon. I'm a demon. I'm trying to destroy these people. They would make the demon tell the truth. You understand? And then they would cast out that demon. And the people would see the power of God. it was a miracle. But for many years the church hasn't wanted exorcism. For hundreds of years the church got away from casting out demons. They were embarrassed by the idea. That's why they didn't consider it a miracle. but right here is the first miracle recorded in the New Testament. So let's look at this miracle. Let's look at this miracle. Mark chapter 1. We begin reading in verse 21. And then they went into Capernaum and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. And he came to Capernaum 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 and Jesus was known as a rabbi and a teacher and it was very common for someone of his stature to go into the synagogue on the Sabbath and offer some words. But with Jesus it was different. Verse 22 says this. They were astonished as his teaching for he taught them as one having authority. When Jesus spoke they recognized something different. He spoke with authority. In so many churches in the world today there's no authority. Pastors and priests don't speak and preach with authority. Now I know new generation pastors are different. Amen. They speak with authority but so many pastors don't have authority. They want a nice quiet comfortable sermon. but they recognized Jesus had authority. Но те, кто на самом деле признавал Иисуса, у них была власть. И я хочу, чтобы всякий бес на этом месте что-то знал. Я пришел сюда со властью. Я имею власть. Власть Иисуса Христа. За это время, которое у меня есть, я не могу сделать много. Я пришел сюда со властью. Но сегодня я приехал сюда со властью. Чтобы здесь проявилась власть Иисуса Христа. Чтобы вы получили свободу. Я пришел с властью. Со властью Иисуса. И Иисус дал мне эту власть. И я сегодня со властью говорю. Вы можете получить свободу. Вы можете быть свободны от всяких мучений. от всяких атак, которые дьявол приносит вам в вашей жизни. Чтобы те грехи, которые каждый день препятствуют вам жить нормально. Я сегодня со властью говорю. Вы можете иметь свободу от немощи и болезней. Вы можете быть свободны от бедности и неудач. Вы можете быть свободны от страха и отвержения. Вы можете быть свободны от похоти и неудач. Я хочу услышать ваше аминь. Вы можете быть свободны. Свободны. И я это говорю со властью. И с властью. Мы сегодня будем эту вещь утверждать. Аминь. У Иисуса была власть. У меня есть власть. И если вы, дитя Божье, у вас также есть власть. Начинайте использовать эту власть. Вы должны говорить дьяволу, что он не может делать. Иногда люди приходят ко мне, чтобы я молился за них. И вот как люди приходят. Пожалуйста, Иисус, освободи меня. Не так человек получает свободу. Пожалуйста, Иисус, освободи меня. Если ты будешь так молиться, ты не получишь свободу. Перестань умолять Бога, чтобы Он дал тебе то, что тебе уже принадлежит. Ты не должен умолять Бога, чтобы иметь свободу от дьявола. У тебя есть власть через Христа Иисуса. Вот как нужно молиться. Господь, не так. Господь, освободи меня. Но ты должен говорить, Сатана, убирайся из моей жизни. Я дитя Божье. Я имею право быть свободным. Оставь меня в покое. Перестань меня мучить. Перестань давать мне бедности, болезни и страдания. Забирай свою ненависть, всякую похоть из моей жизни. У меня есть власть. Я не должен жить так, как я жив. И я приказываю тебе, убирайся из моей жизни во имя Иисуса. Аминь, аминь. Jesus had authority. You have authority. Let me show you what happens when you start acting with authority. И позвольте мне показать вам, что происходит, когда ты начинаешь действовать со властью. 20-30 стих. Now there was a man in the synagogue with an unclean spirit. В синагоге был человек одержимый духом нечистым. And he cried out. И вскричал, и закричал. Leave us alone. Оставь. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Did you come to destroy us? Ты пришел погубить нас? I know who you are, the Holy One of God. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Мы бы сказали, что в этом человеке проявился бес. Это не было чем-то обычным. Подумайте об этом. Некоторые люди не признают того факта, что в христианах могут быть бесы. Но кто был этот человек? Это был благочестивый еврей. Это не был какой-то беззаконник. Это не был какой-то пьяница. Это не был грешник. Во времена Иисуса. В субботу. В синагогу ходили благочестивые люди, благочестивые евреи. Он был благочестивым человеком. Он боялся Бога. Но в нем был бес. Я путешествую по миру, изгоняю бесов из людей. Из кого я изгоняю бесов? Я вам скажу, из кого. Из дьякон, старейшин. Лидеров прославления. Из пасторов. Из миссионеров. Из христианских лидеров. Я изгоняю бесов из христиан. Однажды ко мне на служение освобождения приехал один из самых известных проповедников в Америке. Если бы я вам сказал его имя, даже в Украине его имя было бы известно. Он настолько популярен, настолько известный человек. Но он ко мне приехал один на один. Он сказал, я видел твое служение по телевизору. И смеялся над тобой. И смеялся над тобой. Я всяко высмеивал тебя. Я всегда вас расслаблялся над тем, что ты делаешь. До одного вечера. Когда в одиночестве я был один. Получилось так, что я вдруг оказался с пистолетом в руке и ствол этого пистолета вставил себе в рот. Был готов уже нажать на курорт. И чтобы просто выстрелом вышибло мне мозги. И он говорит, я понял, что есть только один человек, кто может мне помочь. У него был дух убийства. Который в нем находился по причине родословного проклятия. Мы были на семнадцатом этаже большой гостиницы. Он пытался убить меня. Он пытался выкинуть меня в окно. Нам нужно было сражаться с ним. Подумайте об этом. Один из самых известных проповедников во всем мире пытался убить меня. Потому что в нем был нечистый дух. В нем был бес. Сегодня он свободен. Сегодня он делает для Бога великие дела. И пока он мне не разрешит. Я никому не назову его имени. Но вот для чего я вам рассказываю эту историю. Вы можете быть замечательным человеком, великим человеком. Вы можете любить Бога. Но где-то внутри вас прячется зло. Из-за грехов ваших предков. Из-за того зла, которое вы сами могли делать в своей прошлой жизни. Бог вам простил все эти грехи, которые вы совершили. Вы спасены. Но вы не избавились от этих бесов. Вы так и не разобрались с этим злом, которое где-то внутри вас есть. Но сегодня вы можете это сделать. Вы можете это сделать сегодня. Вот что эти бесы сказали. Оставь нас в покое. Вот чего бесы хотят. Демоны хотят, чтобы мы их не трогали, чтобы мы оставили их в покое. Позвольте мне вам что-то сказать. Бесы очень много помощи в этом вопросе получают от многих пасторов. Но, к сожалению, не в церквях новое поколение. Очень многие проповедники и пастора уживаются спокойно с бесами, оставляя их в покое. Оставляют их в покое, как те просят. Вы знаете, что это так. Многие пастора и проповедники никогда ничего о бесах вообще не говорят. Они никогда о дьяволе не проповедуют. Они оставляют бесов в покое. И that's what the devil wants. Люди мне говорят иногда, Why are there so many demons when you are around, Pastor Bob? I'll tell you why. I don't leave the demons alone. Потому что я не оставляю их в покое. I'm not going to leave your demons alone. If you've got demons, I'm coming after them. We're going to get your demons. I'm not leaving your demons alone. Do you want me to leave your demons alone? No. Do you want us to get your demons? Вы хотите, чтобы мы избавили вас от бесов? Say, да! Скажите, да! Да! Good. Leave us alone. The demons said to Jesus, Did you come to destroy us? What does the Bible say in 1 John 3.8? Что Библия говорит в 1 Иоанна 3.8? You know the verse. This is the reason Jesus came. Вот для чего пришел Иисус. To destroy the works of the devil. 1 John 3.8 1 Иоанна 3.8 Yes, Jesus came to die for our sins. Да, Иисус пришел умереть за наши грехи. But he came to destroy the devil. So you didn't have to live in torment. As I said earlier, All the things that torment you. All the things that hold you back. That's why Jesus came. He came to destroy the devil in your life. He came to destroy that demon of lust and that demon of addiction. He came to destroy that demon of alcohol. That's why he came. The demons said, leave us alone. Well, I have a message for every demon in this place. We're not going to leave you alone. We're not going to leave you alone. Amen. Leave us alone. Did you come to destroy us? Leave us alone. Did you come to destroy us? Speak. In other cases, Jesus gave us the opportunity to say something. Now, maybe you have heard this. Maybe you have heard this. Some preachers say, don't talk to the demons. Some preachers say, don't talk to the demons. Jesus told them to be quiet. But he didn't do that every time. And there's a good reason he said it here. This was early in his ministry. He wasn't ready yet to reveal to people who he was. They would kill him before he could go to the cross. Because otherwise, they would try to kill him before he would die on the cross. So, this time, he told the demon to be quiet. But other times, he let the demon speak. He told the demon to come out. And look what happened. Read it. Verse 26. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out. Now, when I do exorcisms, it can get violent. People scream. Sometimes they attack me. I met a man this morning. At Dmitry's school of exorcism. He is one of your students there. His name is Edgar. Edgar walked up to me this morning. He said, Do you remember me? I did. I remember who he is. Last April. Last April. In Prashatravinsk. At the Bible college. In the Bible college. I cast demons out of him. I cast demons out of him. I cast demons out of him. He's from Lithuania. He's from Lithuania. He's a big guy. He's a big guy. Do you know about him? When I did that exorcism last April. When I did that exorcism last April. We had nine men holding him. Do you understand that? Nine men could barely control him because of the power of the demon. I said, Why did you come to the school of exorcism? He said, I'm going to be a pastor. And I want to know how to cast out demons. I mean, come on! Hallelujah! Hallelujah! He had powerful demons. But they're gone. They're gone. And he's going to be a powerful man for God. The devil should be afraid of Edgar. He's a threat to the devil. The man in the Bible screamed. You might scream tonight. But maybe you say to yourself. I'm not going to scream. I'm not going to act crazy. I'm not going to act like a normal man. Well, you know what happens? Well, you know what happens? If you don't scream and let the demons out, if you don't scream and let the demons out, they might stay inside. Some demons go out quietly. I've seen demons go like that. Sometimes they don't do that. That's just how they scare me. Are you willing to let your demons come out like that? The Bible says he convulsed. I see that all the time. They fall on the floor. They roll. They kick. They spit. They throw chairs. They go crazy. And that was in a synagogue. Now, there's some very important point I want you to know. If you hear nothing else, I want you to hear this. This man's demons were hiding. He had been going to synagogue for years. Never once manifested a demon. They were all hiding. Remember, the demon said to Jesus, Did you come to torment us? He had more than one demon. There was more than one demon. Most people do. If you get a demon of lust, you will probably get a demon of perversion. If you have a demon of hate, you'll probably get a demon of murder. If you have a demon of abandonment, you'll also have a demon of rejection. Once the demons get in, they invite all their friends to the party. But these demons were hiding. If this man had manifested demons before, they would have thrown him out of the synagogue. Do you understand? Do you understand? Now, this is very important. Many of you have demons. But here's what you say. Who? Me? I don't have any demons. You don't think you have demons. You don't think you have demons. Because you don't act like you have demons. Because you don't act like you have demons. Maybe I should ask your wife. Or your husband. You may not think you have Jezebel. But I think your husband has seen Jezebel at home. You may not think you have a spirit of anger. But I think your wife has seen that spirit at home. You understand, don't you? You hide your demons. Your children see your demons. Your spouse sees your demons. When you come to church. You hide your demons. You take that little demon. Put it in your pocket. You take that little demon. You put it in your pocket. You put it in your pocket. Be good little demon. Be good little demon. I don't want pastor Alexander to see you. I don't want pastor Alexander to see you. We're going to go to church now. We're going to go to church now. Be good. Be good. And the demon says, I'll be good. Because if I'm not good in church, потому что если я в церковь не пойду тогда он попытается разобраться со мной и поэтому вы идете в церковь и перед пастором Александром перед другими людьми вы так духовно себя ведете до тех пор пока не садитесь в свою машину и не едете домой вот там бес этот выходит наружу кто из вас знает такие вещи не, 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 руки поднимать не надо а сейчас у вас точно проблемы лучше будьте готовы, что бесы вашем супруге или супруги вылезут наружу прежде чем вы домой приедете лучше приготовиться послушайте у кого-то из вас бесы прячутся уже долгое время вы можете сказать мне ну знаешь, если бы у меня были бесы почему я не знаю о том, что они есть я ничего не знаю про них сейчас это хороший вопрос может быть есть родословное наследственное проклятие в вашей жизни и по причине этого проклятия в вашей жизни есть бесы сегодня этот бес может ничего не делать вы любите Бога вы живете для Христа и этот бес он так тихо себя ведет он никак не проявляется но он ждет он ждет того времени когда может быть вы подумаете что не все так хорошо и вы отойдете от церкви отойдете от Бога или произойдет что-то в вашей жизни и вы перестанете ходить в церковь вы начнете отходить от Бога и тогда этот бес будет иметь возможность нанести свой удар намного лучше будет если вы избавитесь от этих бесов сейчас избавитесь от них сейчас прямо сегодня давайте сегодня от них избавимся Пастор Боб, ну а как же мне узнать есть у меня бесы или нет ну мы сегодня постараемся это сделать когда я выступаю против бесов если вы почувствуете что-то внутри не надо никакие эмоции никакие внутренние вещи пытаться задавить пусть все что внутри вас начнет происходить выходит на поверхность что бы это ни было вот так человек избавляется от бесов позвольте бесам проявиться плачьте, кричите позвольте себе вести себя так как человек в синагоге про которого мы читали что бы вы не чувствовали делайте это Эдгар попытался наброситься на меня он чуть было не сбил меня с ног девять человек удерживали его если потребуется девять человек чтобы вас удержать I'll get some help мы найдем такую помощь есть тут девять мужчин которые смогут мне помочь есть, вот нормально все поэтому не переживайте в fact, I don't need nine men I've got Dmitry he's as good as five men now, the first thing I said you need to do is whatever you feel let it come to the surface и поэтому первое, что я говорю что бы вы не начали чувствовать пусть это поднимается на поверхность и проявляется не надо ничего сдерживать the second thing is this второе, вот что think about the hurt and the pain in your life подумайте о страданиях о той боли которую вы переживали в своей жизни that's where the devil lives вот там, в этих вещах живет дьявол where is the devil in your life где бесы прячутся в вашей жизни he lives down in your unforgiveness дьявол прячется в непрощении your anger в гневе your fear в страхе your hurt в боли your rejection your bitterness your abuse that's where the devil hides в таких, во всех этих вещах прячутся бесы he hides in that bitterness and unforgiveness дьявол прячется в непрощении и горечи которые человек до сих пор держит let me give you an example приведу пример you think you have a right to that bitterness вы думаете, что вы имеете право чувствовать вот эту горечь относительно того что кто-то вам сделал maybe you were raped or molested может быть вас изнасиловали может быть вы над вами надругались maybe you were beaten and loved unloved as a child может быть когда вы были ребенком вас не любили вы не чувствовали любви может быть вас избивали maybe you've had a lover or a husband or a wife reject you может быть кто-то вас отвергал в жизни супруг или супруга или кто-то другой человек кого вы любили you smile when you come to church вы улыбаетесь но где-то глубоко внутри there is a part of you есть такая часть вас которая говорит I have a right to be bitter я имею право чувствовать всю эту горечь I'm never going to forgive them for what they did я никогда не прощу этого человека за то что он мне сделал they ruined my life they ruined my life I'm going to hate them until I die I'm not going to forgive them they don't deserve to be forgiven and you smile and come to church and that bitterness is down inside that's where the devil is и там же прячется дьявол so if you go down deep и поэтому если вы заглянете глубоко внутрь себя where the hurt and the bitterness is туда где прячется вся эта боль вся эта горечь where there is anger and unforgiveness где этот гнев и непрощение that's where you find the demons вот там можно найти своих бесов now while I've been speaking tonight while I've been speaking и когда я все это говорю сегодня I've been watching you I already know where many of the demons are they've been looking at me through your eyes you're getting very nervous you wish I would quit и вы бы хотели чтобы я уже перестал все это говорить and you could leave чтобы вы могли уйти your heart is racing сердце начинает быстро биться you're starting to sweat вы потеть начинаете and feel very uncomfortable don't fight that don't fight it let's just get rid of it давайте просто избавимся от всего этого вы готовы? спасибо 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 Продолжение следует...